Жители микрорайона «Самолёт» бьют тревогу. На «Чёрном озере» гибнет рыба. Опасения по поводу состояния водоёма вызывают изменение цвета его поверхности. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехали экологи, представители Росрыболовства, а также сотрудники прокуратуры и Люберецкого водоканала. Подробности в сюжете моих коллег. Я хожу каждый день утром. Вот здесь есть тропинки вдоль озера. Одна из причин покупки квартиры в этом районе для Валерия Полякова – вид из окна на «Чёрное озеро». Мужчина любит наблюдать за природой и её обитателями. С осени прошлого года стал замечать, что состояние водоёма ухудшается. По его словам, это привело к сокращению численности водных птиц. Чёмга здесь водится до сих пор, кстати, несмотря на то, что идёт застройка. Чёмга в этом году не стала гнездиться. То есть я видел, если раньше я видел, что три пары здесь гнездилось, я просто люблю наблюдать за птицами. В этом году покрутилась одна пара, и она исчезла. Сомнений, что Чёрное озеро нуждается в обследовании, не осталось, когда на его берегах стали замечать мёртвую рыбу. На поверхности водоёма местами появились вот такие оранжевые пятна. Жители предполагают, что они и являются причиной гибели рыб. Это оказались микроэлементы, которые плодятся в тёплой воде. Микроэлементы не являются причиной мора рыбы. Это однозначно данными микроэлементами. Также питаются и косяки рыб, и утки, и чайки, как мы видим. То есть у нас задача найти источник сброса или источник причины мора рыбы. Во время проверки специалисты осмотрели колодцы и канализационные люки, расположенные вокруг озера. Незаконных сбросов водоём не зафиксировано. Все эти канализации, они в самотёчном исполнении выполнены. И пересечения с ливневой канализацией они не имеют. И тут проблем нет. Чтобы выяснить истинную причину гибели рыбы, на озеро пригласили представителей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты отобрали с разных участков озера пробы воды и донных отложений. Можем оценить негативное воздействие на водный объект. И степень влияния на рыбу, на кормовые организмы. Результаты исследований станут известны через две недели. Они помогут специалистам принять верные меры для решения экологической проблемы. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.